Всем привет! Мы снова рады видеть вас в компании студенческой программы Альма Матер. Мы Миша Крабицкий и Аня Аксенова. Расскажем сегодня о самых интересных подробностях студенческой жизни. В сегодняшнем выпуске вы увидите. Лучшего официанта выбрали в Могилевской области. На чемпионате профессионального мастерства побывала наша съемочная группа. Строгая выправка и дисциплина. Как учиться студентам военным? Узнаем через пару минут. Университетское прихожунье. Какая красавица стала новым лицом в МГУ имени Кулешова. Далее в программе. И первая новость для абитуриентов. Стало известно, как в этом году пройдет централизованное тестирование. Первая ЦТ состоится 13 июня. Ну а последняя 27 июня. А теперь о минимальных баллах. По русскому или белорусскому языкам нужно будет набрать не меньше 10 баллов. Но если выбрал специальность, связанную с филологией, проходной минимум на ЦТ 20 баллов. Ну а если твой профиль физмат или химбио, тестирование по этим предметам надо будет сдать минимум на 15 баллов. Если выбрал специальность, где приоритетные предметы история, обществоведение, иностранные и география, тестирование по этим предметам надо будет сдать не меньше, чем на 20 баллов. Вся информация есть на сайте Республиканского института контроля знаний. Упростить поступление можно, к примеру, победив на Республиканских Олимпиадах. На этой неделе одну из таких Олимпиад принял Могилев. Подробнее в нашем сюжете. 120 компьютерных гениев со всей страны собрались в Могилеве для того, чтобы завоевать звание лучших в финале Республиканской Олимпиады по информатике. Самый младший участник в седьмом классе. Кстати, среди будущих айтишников в этом году и 9 девчонок. Эта Олимпиада, она отберет четверку сильнейших на международную Олимпиаду. Она в этом году у нас пройдет в России, в Татарстане, в Казани. И это вот этап, к которому мы тоже готовимся и очень-очень волнуемся. Почему? Потому что мы должны непременно победить. Поскольку Беларусь уже на протяжении более 10 лет всегда приезжает с медалями наши дети. Вот четверка. Ну, конкуренция очень большая. Более 85 государств принимают участие. Это и Америка, и Китай, и Россия. Они большие. И тут маленькая Беларусь, она всегда-всегда-всегда мы привозим медали. Это очень-очень ценно. В этом году Республиканская Олимпиада проходит по 17 учебным предметам, в том числе и по китайскому языку. Команда Могилевской области – это 195 человек. Традиционно наши лучшие в химии, биологии, в русском и белорусском языках, в трудовом обучении. А лучшие, как известно, получат привилегии в поступлении. Победители Республиканской Олимпиады, учащиеся 11 классов, это уже практически студенты высших учебных заведений по профилирующим предметам. Миш, как думаешь, кто главный в любом ресторане, ну, после шеф-повара? Ну, клиент, наверное. Во всем мире считается, что лицо ресторана – это официант. Он как хозяин в доме встречает, угощает. И, конечно, именно от его приветливости и профессионализма во многом зависит впечатление от заведения. На конкурсе профессионального мастерства среди официантов побывала съемочная группа «Альма-Матер». Засервировать стол, принять заказ и оставить приятное впечатление. Кажется, ничего сложного. На самом деле официанту надо знать тысячу мелочей. Конкурс профессионального мастерства в сфере ресторанного бизнеса WorldSkills Belarus состоялся в Могилеве. Нужно улыбаться, чтобы понравиться этому клиенту, не ходить с какой-то… Если у тебя личная неприязнь какая-то, допустим, у тебя нету настроения, это не должно отражаться на гостях, это не должно показываться. Участницы максимально сосредоточены. Ставят тарелки, пальцами отмеряют сантиметры до края стола. Все строго по схеме. Вернуться и переставить что-то нельзя. Профессия официанта – одна из самых сложных. Надо знать уйму тонкостей. Сервировка, например, сплошная математика. В раскладке важен каждый сантиметр. А еще конкурсанты должны предложить целых 15 вариантов складывания салфеток. Из таких, казалось бы, мелочей и состоит профессионализм официанта. Конкурсантки с волнением и опаской ждут своей очереди. Мы сейчас, конечно, все очень волнуемся, но я предполагаю, что со стороны жюри будут создаваться провокационные ситуации. Ну, там, например, кто-то уронит вилку, кто-то разолет сок, крошки, возможно, какие-то там. Никаких проверок со стороны жюри не было. Девушки сами сбивались. Еще бы такое волнение. Сливки у вас натуральные, либо растительные? В десерте. Ну, правильно. Натуральные. В конкурсе участвуют только начинающие официанты, так что ошибки простительны. Весь опыт приходит с годами, а то, что официант в профессии для подработки, это стереотип. Во многих европейских странах профессия официанта, она очень престижная. Например, в Италии официанты исключительно мужчины, и мужчины далеко за 40, я бы сказала, даже 50. И они себя преподносят, у них такая осанка. Они гордятся тем, что они официанты. По итогам состязаний лучшим молодым официантом стала студентка Могилевского государственного университета продовольствия Яна Буглак. Уже в мае девушка представит нашу область на республиканском конкурсе WorldSkills Belarus. Ну а сейчас о профессии, где на первом месте сила, выдержка и мужество. Плюс дисциплина. Фразы «простите, опоздал» и «я так больше не буду» на военно-техническом факультете БНТУ не пройдут. А распорядок дня? Да что там распорядок дня? Все расписано месяц вперед. Первую пару не проспишь и уж точно не прогуляешь. Наш корреспондент Павел Савицкий встретился со студентом Белорусского национального технического университета. И из первых уст узнал, как стать военным, красивым, здоровенным. Здесь все как в обычном вузе, с той лишь разницей, что студенческие аудитории иногда заменяют полигоны, а распорядок дня расписан по минутам. Впрочем, нам ли привыкать к трудностям, говорит Александр Кухаренко, еще вчера обычный ученик. Сегодня без пяти минут кадровый военный. Студенты военно-технического факультета БНТУ еще в школе обучаются в военно-патриотическом классе, привык к воинской выправке. Выпускник нашей школы, мой бывший ученик. В том году он закончил наше учебное учреждение. Сейчас обучается, если мне память не изменяет, в... В Белорусском национальном техническом университете, на военно-техническом факультете. Приятная встреча, когда ты именно в этом классе. Саша начинал осваивать азы военной профессии. Учился, по словам классной руководительницы, хорошо. Особый упор делал на точную науке, что и помогло на вступительных экзаменах. Надо готовиться по всем предметам, но основной уклон делать – это физика, математика и язык на выбор. Потому что это те экзамены, по которым идет сдача на поступление. Молодец. Дальше что? Видите, какие знания получают выпускники, до сих пор помнят, что к чему. У них, правда, там уже высшая математика. Это уже посерьезнее. Характер такой очень сильный у парня. И я думаю, что он достигнет той цели, которую он поставил. Потому что придет 9 класс и очень хорошо. Помню, он сидел, по-моему, на этой парте, на третьем ряду. И когда был просто опрос, ребята, кем вы хотите стать, он сказал, я буду военным. Проходной балл при поступлении не то, чтобы большой был, но попотеть пришлось. Будущим курсантам на тестирование надо набрать от 125 до 320 баллов. В зависимости от специальности. Впрочем, по словам Александра, результат стоил того. Мечты, как говорится, сбываются. И скоро второй курс. А там уже основной упор на воинские дисциплины. Более узкая специализация. Саперное дело. К плюсам можно отнести и попутное получение второй. Гражданские специальности тут и техническая эксплуатация зданий и сооружений, и военная техника, и финансы. Профессии на любой вкус. Скучно точно не будет. Профессия военная, она интересная. Там коллектив очень хороший. И за счет этого можно достичь тех высот для себя, которых ты хочешь. Почувствовать себя настоящим мужчиной. Впрочем, на поездке дня еще одно дело – встреча старых друзей. После поступления в БНТУ для Саши это роскошь. Впереди есть пара дней, сколько нужно успеть. И колледж приехал на побывку. В общем, Саша не зря на время посматривает. Весна! Время, когда хочется порхать, кокетничать. Счаровать всех вокруг. Такое настроение игривое. Да, Ань, особенно в такую погоду. Какая разница, что там за окном. Настроение как раз по календарю, весеннее. Да и в возах сейчас проходят конкурсы красоты. Нашим корреспондентам теперь понадобится помощь окулиста. Ослепительная участница конкурса «Университетская прыгожунья» в Могилевском университете имени Кулешова не оставила их равнодушными. В общем, смотрите сами. Отличницы, спортсменки и просто красавицы. Девять самых очаровательных студенток Могилевского государственного университета имени Кулешова представили на конкурсе «Университетская прыгожунья». В этом году главной темой шоу стал кинематограф. В кинопробах девушки предстали перед зрителями в роли актрис. Тем временем за кулисами суета и волнение. Очень волнуюсь, особенно волнуюсь за кулинарный. А так, в принципе, нормально все. Но у меня очень классный творческий номер. Что будешь делать? Петь. Блин, гантелью забыла. Почти все ставят на творческий, потому что это считается самым основным, когда что-то можно оценить. Что ты будешь делать в творческом конкурсе? Танцевать. К этому финалу девушки готовились три месяца. За плечами десятки репетиций, тренировок и фотосессий. Один из самых ярких – фитнес-конкурс. Самым сложным, я считаю, стал фитнес-конкурс, потому что его специфика требует от девочек не только, так сказать, творчества и еще физической подготовки. И некоторым пришлось похудеть. Университетское прохожение еще и прекрасная хозяйка. На кулинарном конкурсе девушки угощали жюри картошкой с мясом и грибами, варениками и даже деликатесами. Ой, у меня очень-очень интересное блюдо. Это ручейная форель, фаршированная курицей, сыром, рисом, пансомическим соусом. Украшены, а, там еще креветки внутри, она еще украшена, креветка. В творческом номере участницы проявили свои вокальные и хореографические способности. Оксана Бриленко великолепно исполнила песню «Кукушка». А вот и самая юная участница конкурса – Стефания Давыденко. Я буду удивлять своей харизмой, своей любви к танцам. Я тоже танцеваю. Обожаю. 11 лет танцую. Какие танцы? Спортивные вальные. И, наконец, финальное дефиле по красной дорожке. Ну как тут не почувствовать себя голливудской звездой? Очень приятно. В этом году исполняется, по-моему, 20 лет с момента, как этот конкурс был придуман. Журить будет очень тяжело. В числе конкурсантов ведущая программа «Альма-Матер» Елена Хроменкова. По итогам голосования жюри она получила титул «Мисс Грация и Шарм». Каждая красива по-своему, каждая талантлива по-своему, поэтому я считаю, что у жюри будет нелегко выбрать первую красавицу. Лучшую красавицу выбирали и в интернете. Его звездой, по мнению большинства, стала студентка историко-филологического факультета Кристина Борисова. Ну а приз зрительских симпатий достался самой гибкой и спортивной Виктории Коршуновой. Совсем скоро она строится, а главная интрига. Все девушки жутко волнуются, но Корона достанется только одной. А можно мне? Тебе, конечно, безумно идет. Ну а ты, пожалуйста. Обладательницей Короны, статуэтки «Золотая Рогнеда» и звание «Университетская прохожунья» стала студентка второго курса факультета педагогики и психологии детства Виктория Санникова. Вика играет в КВН, работает фотомоделью, пробовала себя в телепроектах. Ну это прежде всего моя уверенность в себе. Я буду расти и дальше. Также расти над своими различными качествами. Она очень артистичная, очень уверенная в себе. Она настоящая. Она будет звездой. Все конкурсантки получили титулы в различных номинациях. Организаторы отмечают, юбилейный 20-й конкурс красоты в МГУ имени Кулешова оказался интригующим и красочным. А на этом все. С вами была программа «Альма Матер». В следующем выпуске мы расскажем, как прошел день, смеха у студентов и фестиваль по интеллектуальным играм «Мартовский лев». Мы ждем вас через две недели на «Беларусь. Четыре могилев». Ну и, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Нет, я так не могу. Как думаешь, кто главный в любом ресторане? Ресторане. Ну, после шеф-повара. Я готова. А Миша ничего не говорит? Нет, я просто стою, залипаю. Ладно.